Слава Христос! А где третий? Так, все позвать. Окно там, шторку закройте. Сейчас мы будем молиться. Вы мысленно держите. Почему? Шторку закройте, закройте. Вот ты когда молишься, не искушай Господа Бога твоего. Сераха говорит. Что значит искушать? Ну я там стоял, время прошло и не знаю о чем молиться. Первая, самая главная просьба какая твоя? Три шага сделать. Просьба, молитву. О чем мы просим? Это первая, главная, зависимость от Бога. Отче наш, Туще на небесах признать. Это образец всем молитвам. Второй шаг сделать. Поблагодарить, что Бог дал веру. Это дар Божий. Не так, что я думал, я верю. Мы ежедневно произносим эти слова. Благодарим Бога за твой день, который дал веру в Бога. Страх Божий и ожидания суда Божия. Вот это печать. Если этого нет, ну обычно так вот, еретики, сектанты, это любовь. Главное любовь. Знаете, причина четко объясняет. Начни сначала. Еще ничего не было. Начало мудрости, страх Божий. Вот здесь начинается страх Божий. Я могу оборваться сегодня. И на этом все. Начало мудрости. Средина мудрости. И венец мудрости, страх Божий. Одно движение сдуло и нету. Как будто никогда и не было. Вот два самолета. Прекрасно все проверено. Туман. Плохо знают английский язык. Мы сказали на вторую дорожку, а на третью. И два самолета. Один садится, а другой поднимается. И они столкнулись. Крупнейшая в мире авария. 700 человек мгновенно исчезли. Ни два, ни три. Сколько детей было все. Страх Божий. А вот страх Божий это начало. Мы должны знать, о чем молиться. Вторая ступень благодарения. Мне дал веру. Сколько людей, которых мы знаем, которые лучше нас. Я даже сравнить себя не могу с ними. Сколько им дано? Веры нет. Я убеждаю, он умом понимает, что вы правильно все говорите. Я говорю, молишься? Нет, не молишься. А хлеб ешь? Ну конечно. А какая разница? Я молюсь, прошу, да хлеб насущий дай. А ты не просишь, а так же ешь. Какая разница? А твой организм, все что есть внутри, что принимает хлеб, оно отвечает в благодарность. Я просил и получил. А ты просто пришел, нахально взялся и стал. А вот это вся разница. И третье. Когда ничего не надо, я не осознаю. Я знаю и не сам. Меня Бог сотворил. Я благодарю. А теперь словословлю. Ты дивен. Если начинаешь человеку рассказывать о делах Божьих, человек говорит, так я же жил каждый день, видел эти растения, видел этих бабочек. Ты знаешь, насколько все удивительно. Вот есть такая ящерица, она может бегать по потолку. Делает самый такой стеклянный, где не на что за спицы. Все равно она бегает. Никто не мог понять, как. Пока не изобрели электронный микроскоп. Оказалось, что у нее лапка раздвигается в это время. И из-за того получается 40. Теперь каждую, которая... А 40 эти старые смотрят. На каждой этой, которая 40 развивается, еще 400. Вот как присоски, когда есть, надавила присосок. И она присосками этими... Тайна. Вот мы вчера где были, смотрели. Знаете, орел летает где, в Поднебесье. Едва видно его. И он видит, как колышется трава. Пробежала мышка. Все наполнено жизнью. И кучки крот. Он никогда солнце не видит. У него глаза есть, но они закрытые все время. Слабенькие такие. И он там находит свою жизнь. Там у него свадьба, там у него смерть. Все переполнено жизнью. И ты встал на молитву и не осознал этого. Благодари Бога, что тебе дает Бог это. Мы могли сегодня не писать. Ложи, что ты думал, как будут дышать. Легкие. Как кислород будет перерабатывать. Нет. А пищу, которую вчера проглотил, ты думал, что она пойдет у тебя сейчас везде и растворится. И на бороду часть отложит. И на зрение. И на слюну. Вот мы привыкли к человеку. Все мокрое. Слизкое такое. Все задерживает. Чтобы человеку ощущение было. Вот мы здесь не видим. Кожа обыкновенная. А здесь, я почитал, это правильная и пятикратная защита, чтобы не попало туда. Наполни сердце этой благодарностью. И тогда молитва другая будет. Спать не будешь. Ты услышал? Воздай Богу хлопу. Не искушай Бога. Бодрость у тебя как? На окно маме нам сказали об этом. Ты ходишь, тебе нравится, как ходишь. И в один день раз ноги посеклись. И вот отец Владимир говорит, он сейчас не может на ногах. А ты помни, бодрость и молитв. Я об этом говорил. И днем должен вспомнить. И поблагодарить Бога за свои ноги, которые все еще ходят. И тогда мне еще рассуждать лично. Сколько пустословен-то? Ты молей, глаза открой один раз. И скажи, как я могу не молиться? Вот мы сейчас разговариваем с братом один. А как вот семь крат в день? Ну никак не получается. Я задаю вопрос. Три святое и сто поклонов. И вот таких заходов один раз это 6-7 минут требуется. И не менее семи раз в день. Ну бывают у тебя выходные в день? Ну попробуй в это время. Да как-то не хватает. А ты поставь. Не будешь глотать. Не будешь двигаться. Куда бы ты ни пошел, чтобы у тебя везде призыв был к молитве. Ну я просто делюсь опытом. Ну пошли на молитву у нас определенный уголок. Стали на молитву. Я залез с голубями, у меня висит там щетки. С голубями поздоровался. Добрый день! Христос воскрес! Они голову на бок смотрят. Я буду молиться, не мешайте мне сейчас. Ты молишься, они воркают. Вот прибегая домой, мне срочно надо узнать, кто едет сейчас на интернет. Нет, я не открою, пока не помолюсь. Оно вот и набирается у тебя. А вспомни, сколько раз ты был рядом с гибелью. Я как вспомню, какие были в жизни моменты, где там я мог потерять ногу. Там я три раза тонул. Совершенно внезапно были какие-то руки, которые подняли, вытащили. Это все забывается ежедневно благодаря ангела. От видимых и невидимых опасностей спасал меня. Вот это на молитве все так, чтобы семья в молитвах курился. Тебя почти не видно было. Это благоухание молитвы. Мы будем в конце поднимать руки. А как это так не принято? Ты же те святых не знаешь. Считайте мученицу Агапию. Она распростерла руки. Крестообразно молились. Вверх поднимали. В благоприятном месте на земле распростирались крестообразно. Движением, положением тела, прославляя Бога за высшую любовь, что Он умер за нас. Едва ли кто за ближнего умрет. Он доказывает любовь свою тем, что умер за нас, когда мы были еще гречниками. Вы приближаетесь к этому моменту. Сегодня необычный день будет. Мы заранее будем молиться. Совершенно необычно. Суббота. Завтра крещение. И некоторые сразу выезжают. И мы приняли. И лагеря нет. И теперь там музей пытаемся зарегистрировать. И получается комары заедают. А почему? Деревья растут. И мы сделали. Все это. Ветра нет. Рядом холм. Когда-то здесь же деревня была. И там намос смазили. А теперь все заросло. Бульнозерную сварку кущу. На этой кущей сделали место обеда. И решили. В субботу перед крещением один раз обедать там. И сегодня как раз это будет. Пойдем место подготовим. Все берем. Ну порядок один сейчас здесь мы. Помолимся. Завтракаем. Ровно восемь. У нас будет это собрание. И экзаменация. И никаких других моментов у нас больше не намещается. Возвращаемся. Мы сразу занимаемся холмом своим здесь. И это не все. Вот брат Владимир. Это у нас главный здесь. Сегодня будет костер. Мы с пятницы переносим его на субботу. Чтобы у вас в памяти это осталось. Костер. Каждый в пятницу при благоприятной погоне. Специально. Вместо выбрана такая большая яма. Господь позволил мне написать стихотворение. И выпить. В отдаленном это месте хорошо. Воздух чистый обращает пение птиц. Наш костер горит как с углями горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Все это внутри. Кто знает какой-то талант с музыкальными инструментами. Приезжали. Это уже будет после вечернего богослужения. Вернемся. Поужинаем. И тогда пойдем. Видите какой необычный переполненный день будет. И настройся на это. Господи. Что не помешало, если угодно тебе. В воле Божией. И ты думаешь, что все это от Бога. Мы не могли собраться просто так. Он пришел. Тогда вы знаете. Там каста-то открыта. Открыта. Квиток получили. И за рубежом так же крестят. Никаких квитков. Как крещение бесплатно. Мы даже не понимаем что такое. Мы собираемся. Приезжают в гости. Еще кто-то приедет. Просьба будет, когда поедем обедать. И на костер приехать все на своих машинах туда. Потому что все будет снято. Люди давно ожидают. Вчера какая-то Ольга. Она в счате в нашем этом. Содолженности участвовала. Не могу. Что-то случилось. Но я с вами. Молительно с нами. Вот это означает бодрость и молить. Вообще молился. Я же молился об этом. Отца Владимира вспомнить. Обязательно. Он с целой группой должен был приехать. Не один. С важными людьми. Из других городов. Когда же были пристать. Все согласовано было. Но что-то другое. Мы сейчас вас благодарим Богом. Утреннее правило наше. Мы не участвовали в молитве. Очень простое. Мы ничего не добавляем. Кроме того, что уже известно. Часть идет на русском языке. Часть идет на церковно-славянском. Так что подопрямитесь. Разумом сцепляться за слова молитвы. Не просто. От барабана. Даже господи помилуй, как сказать. Я очень протестую против сорока произношений. Господи помилуй. Господи помилуй. Они сореваются на одно дыхание. Молодая семинарист. А вот смотрите, у нас вот чемпион есть такой. Он вот так вот. В отдых он убирает. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. У меня как будто пузырь протружен. Какая встреча. Все. За один крестец я ни разу не вздохнул. А у нас учатся по-другому. Господи помилуй. Господи помилуй. Не больше трех раз. Потому что в Священном Писании больше трех раз ничто не повторяется. Трижды повторяется. Дважды проклятие. Проклятием вы прокляты, что не платите десятину. Смертью и умрешь за то, что ты отступил. Смертью и умрешь. И трижды повторяется, когда люди надеются на храм. Вот храм. Патриарх говорит ежедневно. Ежедневно. Вчера, сегодня. По три храма вступают в действие. По три храма. А все знают, что ничего нет. Зачем человек приходит? Как приходит? Он говорит. Храм Господень. Храм Господень. Храм Господень. Порока Римея говорит. Камень на камень оставлю. И смотрел тогда в Вещенстве, говорит. И храма нет. Ибо сам Господь храма. Цепляйся за это. Мы пришли к тебе. Сделай над другими. Богу слава. Аминь. Два лица знайте. Показали так. Рука нога. У нас креста двой. Два перста. Или три капли ночи. Потому что так Сергий Раджевский крестился. Князь Владимир. Так Сергий Раджевский крестился. Так Сергий Раджевский. Который уже крестил. Никогда не уходил. Равно спасительно. Принято и утвержденно. Центра лба. Где твоя подпадка. Господи Иисусе крестил. Тело почувствовал. Не просто воздух махать. Сыне Божий. Помилуй меня грешного. Не подмышку. Где сочинение руки. И поклон. Такой должен. У себя проверить. Колени не сгибать. Чтобы рука могла пол достать. При огне. После операции. На позвоночнике. Но все равно. Ломай себя. И его немного благодарить. Приступляли. 15 минут прошло. Так. Все пришли. Никого не запомнили? На кухне там еще. Если кто-то на кухне. То бывает так. Что он. Хотя временно. Где-то подходит. Это послушание. В монастырях. И везде. Во время богослужения. Часть людей. Где-то работает. Это церковное послушание. Без этого никак нельзя. Кто-то сторожем стоит. Боже. Будь милостив ко мне грешный. Создав ими Господи. Помилуй меня. Бесчиславство грешил Господи. Прости меня грешного. Помилуй. Достойно есть якова истинно блажите тебе Богородицу присмоблаженную и пренепорощенную Матерь Бога нашего. Счастнейших и любимых и славнейшего истинно Серафима. Без истления Бога Слова Рожешей Иисущей Богородицы тебя величаем. Это зимой поклон. Но тут у нас не позволяет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи благослови. Воскресе из мертвых Господи Иисусе Христе Сыне Божий. Молитвы ради Пречистой Твоей Матери. Силы щаснага Житворящего Креста. Святых Ангелов наших Хранителей. И всех ради святых. Помилуй. Спаси нас. И во благо человека люби. Без крестного знамения просто поклонись. Тоже земной. Боже милостью боль мне грешным. Создав мне Господи. Помилуй меня. Вячеславец и грешил Господи. Прости меня грешным. И помилуй. За молитвы святых отец нашим. Господи Иисусе Христе Сыне Божий. И помилуй нас. Аминь. Слава Тебе Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе Боже наш. Слава Тебе всяческих ради. То есть, слава за все. Боже, очисти меня грешным. Я крикори же благое сотворить перед Тобой. Но избави меня от рукава. Добой ты мне воля Твоя. Да неосужденно отверзуй уста мои недостойные. Восходи имя Твое Святое. Отца и Сына и Святого Духа Ныне и пресне и вовеки веков Аминь И сады небесные и путешествия Души истинные и живи здесь И вся исполняя сокровища благих и жизней подателю Приди и вселися вны И очистены от всяких скверных И спаси блажь и души наши Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Помилуй вас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Помилуй нас Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Помилуй нас Слава Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и пресне и вовеки веков Аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи, очисти грехи наши Владыка, прости беззаконие наше Святы, посети и исцели немощи наше Имени по его ради Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и пресне и вовеки веков Аминь Отче наш, Иже и Сыну и Бессмертный Да светится имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли Хлеб наш насущий дашь нам днесь И остави нам долги наши Я тоже и мы оставляем блажняком нашим И не веди на свои искушения Но избави нас от рукам одного Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки Аминь Свят, 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 Иси, Боже Богородица, помилуй нас И вовеки веково вень Внезапно Судья приедет И к его жизни я не обнажаться Но страхом зовем полунощи Свят, 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 Иси, Боже Богородица, помилуй нас Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Слава Става, благодарю Тебя, Всесвятая Троица Кому я даю Твоя благость И долго Тебе не подмелся На мне ленивые и грешные Не погубил меня со беззаконием Моими, но человек, а не все, не все, обычные И мне, чая, не лежащего Возбил мне и сию Пою же утро Слово Свою Тебя, держава Твою И ныне, Владыка, посвяти Мою Ощем истинное Отвезди Мою Став, получайте со словесем Твоим И разумите заповеди Твоя И творите волю Твою И пейте тяло исповедание сердечным И воспевайте все святое имя Твоя Отца и Сына и Святого Духа Ныне и пресны, и вовеки веков Приедите поклонимся Цареме нашему Богу Приедите поклонимся Христу Цареме Богу нашему Приедите поклонимся и преподем К самому Господу Иисусу Христу Цареме Богу нашему Земной поклоню мы тут не можем Итак, далее мы читаем одну славу В Псалтере 20 кассизм 150 кассизм Каждая стопереза кассизма Она разбивается на три части Называется слава запев Считаем на русском языке все библейское Это официально Когда у нас бывает митрополит Нужен всегда на русском языке Когда мы на русском языке добивались В это время наш архиерей сказал Три года, чтобы мы разговаривали об этом И мы забыли Они так думали Что ты учишь нас и не как Мы везде через послушание шли В Синод все скинул на архиерея А архиерея запретил Мы просили, молились Мы приняли это как от Бога И вот когда это объединение говорили С патриархией зарубежной церкви Никакого объединения не было И разговора не было Речь шла признание канонической точности То есть то и другое благодатное Ни о чем другом не было Два больших зарубежных совещания было Отсюда делегации ездили И наш отец Аким на убеих был Не было ни одного слова Виктор Андреевич он сзади И он там был Ездил А то потом уже я знал Они там не остановятся Они из-под сукна Бонзутатских материал И затащить И кончилось Мне полковник КГБ позвонил Вы знаете, объединяются Меня курировал Когда как-то сажали Ну теперь мы не растопыренные ладони А кулаком будем бить Кого? Католиков Значит нам для того был дал кулак Чтобы бить католиков Мы кто такие? Нам кулак дам для чего? Для того, чтобы Ссяп по щаще Пощайно сказать Поставь на место мозгином Господи Сорок шестой псалом Восплещите руками все народы Восплетните Богу Глазом радости Ибо Господь Всевышний страшен Великий Царь над всей землей Покорил нам народы И племена под ноги наши Избрал нам наследие наше Красуяков, которого возлюбил Вошел Бог при восклицаниях Господь при звуке трубном Пойте Богу нашему Пойте Пойте Царю нашему Пойте Ибо Бог Царь всей земли Пойте все разумно Бог воцарился над народами Бог воссел на святом престоле своем Князья народов собрались К народу Бога Авраамова Ибо щиты земли Божии Он превознесен над ними Велик Господь и всех хвален В ограде Бога нашего На святой горе Его Прекрасная возвышенность Радость всей земли Гора Силон На северной стороне ее Город великого царя Бог в жилищах его ведом Как заступник Ибо вот сошли цари И прошли все мимо Увидели и изумились Смутились и обратились в бегство Страх их там И мука, как у женщин в родах Восточным ветром Ты сокрушил фарсийские корабли Как слышали мы Так и увидели в ограде Господа сил В ограде Бога нашего Бог утвердит его навеки Мы размышляли, Боже, о благости Твоей Посреди храма Твоего Как имя Твое Боже Так и хвала Твое до концов земли Десница Твоя полна правды Да веселится гора Сион И дорадуется черри иудейские Ради судов Твоих, Господи Пойдите вокруг Сиона И обойдите его Пересчитайте башни его Обратите сердце ваше к укреплениям его Рассмотрите дамы его Чтобы пересказать грядущему роду Ибо сей Бог Есть Бог наш на веки и веки Он будет вождем нашим до самой смерти Слышите сие все народы Внимайтесь ему все живущие во вселенной И простые и знатные Богатые, равно как бедные Уста мои изрекут премудрость И размышления сердца моего знания Преклоню ухо моё к притче На гуслях открою загадку мою Для чего бояться мне в одни бедствия Когда беззаконие путей моих окружат меня Надеющийся на силы свои И хваляющийся множеством богатства своего Человек никак не искупит брата своего И не даст Богу выкупа за него Дорога цена искупления души их И не будет того век Чтобы остался кто жить навсегда И не увидел могилы Каждый видит, что и мудрый умирает Равно как и невежды, и бессмысленные погибают И оставляет имущество свое другим В мыслях у них, что домы их вечны И что жилища их в рот и в рот И земли свои они называют своими именами Но человек чести не пребудет Он уподобится животным, которые погибают Этот путь их, есть безумие их Хотя последующие за ним одобряют мнение их Как овец заключат их преисподнюю Смерть будет пасти их И наутро праведники будут владычествовать над ними Сила их истощится Могила, жилища их Но Бог избавит душу мою от власти преисподней Когда примет меня Не бойся, когда богатеет человек Когда слава доме умножается Ибо умирая не возьмет ничего Не пойдет за ним слава его Хотя при жизни он увлажает душу свою И прославляет тебе, что ты удовлетворяешь себе Но он пойдет к роду отцов своих Который никогда не увидит света Человек, который в чести неразумен Подобен животным, которые погибают Слава тебе, Сын и Святому Духу и Ни И присно и вовлетели попами Там молитва слова, да? Молитва слов? Молитва на русском языке Мы три года молчали До 23 мая 25 мая стали считать Степарки нам никакой не дали Но и архиереи стали считать по-русски Да мало того, наш архиерей Стал переводить на русский язык Похороны не дали Впотив него восстались священники Батюшка приехал Он считает, молится А священники сидят на скамейке Чтобы не участвовать с ним А теперь пишут Да так как братья Лапкину сумели сделать Что архиерей, который был против И теперь встал на сторону русского языка Ну так понятно Раз непонятно оно и непонятно Но мы не пошли дальше У нас служба идет в церковно-славянском И только библейское на русском Библейское Вот приезжает митрополит Сергий До этого приезжал Максим Батюшка им в алтаре говорит И они читают И диакону привык читать по-славянски А по-русски спотыкаются Он не может просчитать И для них удивительно, да? Удивительно И никто против слова не сказал То есть мы шли медленным путем послушания Вот этот центральный момент Надо запомнить Послушание Многомилостивый и всемилостив Бог мой И Господь Иисус Христос Во своем ногу любви сошел на землю И воплотился, чтобы спасти всех И снова спаситель Спаси меня благодатью твоей Молю тебя Ибо если по делам спасешь меня То ты не будешь благодатью и даром Но более дело Ей многие щедроток и неизречены в милости Ибо ты сказал Что верующий в меня жив будет И не увидит смертью вовеки Итак Если вера в тебя Спаса от отчаявшихся То верую Спаси меня Ибо ты Бог мой и Создатель Вера же вместо дела Доменится мне Божий мой Потому что совершенно не найти Дело правдующих меня Но эта вера Да будет выше всего Да ответит за меня Да оправдает меня Да и от причастников славы Твей вечной И да не похитит меня сатана И не похвалится Слово Что отторг мне от твоих руки ограды Но или хочу спаси меня Или не хочу Христос мой Спаситель Поспеши скорее Скорее Погиб я Ибо ты Бог мой Очарел матери моей Спаду меня Господи Возлюбить тебя теперь даже Как возлюбил я Крад свой тайный грех И чтобы снова потрудиться Для тебя Безлинье Усердно Как прежде потрудился Сатане Прещающим Особенно же Подружусь для тебя Господа и Бога Моя Иисуса Христа Во все дни жизни Ныне всегда В веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь меня хранить Моя бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступить меня За невоздержание мое Не дай возможности Злому демону Починить мне себе Преобладание От вас смертного тела Возьми крепко Несчастную И опустившуюся Руку мою И выведи меня На путь спасения О, святой Ангел Божий Хранитель Покровитель Бедную душу И телу Прости мне Все Чем я скорбил Тебя В оседние Мои жизни И если я черпся Грешил Прошедшую ночь Защити Меня настоящий день И сохрани Меня от всякого Вскушения Вражеского Чтобы мне Не понимать Бога Никаким грехом И молись За меня Господу Чтобы Он Отвредил Меня страхи Своего И сделал Меня рабом Достойно Своей милости Аминь Аминь Руку можно не отпускать А к себе Прижимать Это проверить Один раз Себя может Чтобы Покров Настоящий Или нет Дальше Пресвятая Владычица Моя Богородица Своими Святыми Сесильными Молитвами Отгонит Месмиренно Несчастно Рабатывая Его Уныние Забвение Неразумие Нерадение Ударится Скверно Лукавое И хуйно Помостное Законное Сердце И помрачено Ума Моего И погаси Плое Моя страстей Ибо Я Бог Несчастье Избавь Меня От Моги Пагубных Воспоминаний И Помыслов И Освободи Меня От Секи Злодеяний Ибо Тебя Благословляют Сироды И Пречистый Имя Твое Славится Во Веки Вечное Аминь Когда Говорится Помяните Кажет Своими Перед Богом Помятим Молите Бога Святые Божьи Убодники Ибо Мы Сердцем Пребегаем Скорым Помощником Молим О Душах Наших Благородица Дева Радуйся Обрадуй Марию Господь С Тобой Благословенно Ты Уже Нах И Благословим Плод Чрева Твоего Я Криваясь И Христа Спас Избавителя Душа Наши Непобедимая Божественная Сила Честного Житворящего Креста Господи Не Остави Нас Греша Уповающих Натя Спаси Господи Люди Благослови Достояние Твоей Победа Нас Сопротивные Дары И Твоей Сохраняя Крестом Твоим Жительством Спасибо Господи Помил От Самых Буховных Родителей И Сродников Благодетель Митрополита Илариона Епископ Ивтихи Вениамина Агаф Ангела Диамина Тихона Антония Священная Акима Павла Геннадия Сергия Василия Иоанна Михаила Рома Максима Владимира И Глеба Не дай Погибнуть Диакона Евгения Александра Михаила Андрея Епископа Максима Митрополита Сергия Патриарха Кирилла Венедикта Франциска Корнилия Александра Диодора Митрополита Тихона И Вес Священнический Единоческий Чин И Высший Истерий Служитель Миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И нам Дающие священник Если угодно Тебе Смири власти Войств Твоих Наведи Страх Твои На них И Через них Сотвори Благое Церкви Твоей И Сохрани От покушения На них Дабы Издавали Мудрые Законы И Дали Достойно Жить Людям Дабы Было Из чего Уделять Нуждающимся Владимира Дмитрия Данага Рамзана Владимира Александра Дагена Амана И Даруй Мир Израилю Россию Украине Сирии Где война Идет Детей Сирии Пощади И помер Научи Нас Ценить Это Мирное Время Господи И Перекотовь Землю К великим И страшным Испытаниям Грядущим На всю Вселенную За Отступ Нищество От Тебя Слава Тебе Боже За Тихую Мирную Ночь Что Жизнь Нашу Продлил И Разум Сохранил Дай Нам Желание Трудиться Обнаружить И Веношить Наши Таланты Дарованные Тобою И Для Сего Пощинам Добрых Помощников Наставников Советников В этот День Сохрани Нас От Вся Города Зла И Греха И И Скушения И Сохрани Жилища Наши Здесь От Пожара От Воров От Нечистой Силы Андрея И Игоря Сиропима Владимир Людмила Любовь Владимира Владимирова Алексея Иосифа Прещи Добрых Жителей С детьми Знающими Уставы Любящими Тебя И Сохрани Школу Спаси Помилуй Татьяну Наталью Игорь Марину Никитую Щадой Виктор Сергея Севастьяна Людмила Нина Легина Найди Новая Душа Побудись Их На Благовестие Это День Господи Да Будет Вес Посвящен Прославлению Имени Твоего И Чудных Дел Твоих Аллилуйя Спасибо Господи Валентину Екатерину Надежду Анастасию Наталью Евгению Романа Михаила Нину Анну Юрия Екатерина Екатерина Галина Рафиль Ездоров Сергей Сергей Александр Александр Моносновей Помилуй Возри на угроза Воробов На все Что они Творят Недоброе Умягчи их сердца Примирись с нами В судный день Не помяни их безумия Максима Александра Александра Евгения Сергея Виктора Василия Посети Благодетели наших Воздай Добро Елену Евгения Наталья Юлия Надежду Обратись на Путь Истерия Посети болящих Дай силу перенести страдания и боли И пошли в исцеление Валерия Илариона Кирилла Игоря Алексея Надежда Татьяна Татьяна Валентина Валерия Александровна Благодарю тебя Господи За здоровье и за болезни За друзей и за врагов Ибо по твоему благоволению Все это может оказаться на пользу Слава тебе Избавляет пьянца Павла Михаила Андрея Владимир Игоря Сети путешествующих Благословений Раису Льва Виктора И этого Алексея Несчастного Найди Обрати Господи Отлуживых дел Избавь его И нас помилуй Милости Твоей Я ради И место Съех Сделай Недоступным Для враждующих Хвала Тебе Посети Страдающих Убиваемых Детей Твоих Пытаемых Дай им силы Настоять Спаси И помилуй Аллилуйя Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешным Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Отче Свят 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 Господь Сава Вся Земля Полна Слава Ивалилуя Слава Вышнему Богу На земле Мир Человек И благоволение Благодарю Тебя Господь За тот День В Который Дам Мне Веру В Тебя Страх Пред Тобой И ожидание Суда Божия Благодарю Тебя Господь За тот День В Который Дам Мне Святую Библию И указал На толкование Святых Отцов И Даканон Церкви Аллилуйя Пресвят Сохрани Наши Сохрани Наши сокровища В интернете И книги Здесь Защити И трудящихся Благослови Здесь Игорь Юлию Димитрию Виктор Сергей Сергей Вячеслав Андрея Валентина Валентина Благословение Никиты Виталии Дарья Духовного Рождения Свышу И ревность Спасения И ревность В труде Слава Тебе Тимофея Тимофея Мартина Германа Александра Симона Леонхи Хвала Иоанн Креститель Претеща Христов Моли Бога Ангел Христов Храните Мой Святый Моли Бога Мне Вещим Благодарю Тебя Мой Ангел Асколь Многих Опасностей Ты Избавлял Меня От Видимых И Невидимых И Только Вечности Все Это Откроется Прошу Тебя Мой Ангел Не Покинешь Смертный Час Когда Душа Будет Раздущаться От Тела И Проведи Душу Мою Помытарством Страшному Непонятному И Веди Ее Навеки Вечное Царство Христа Бога Нашего Аллилуйя Но Вщен Господи Жите В Бедность Имея Пропитание Одежды Быть Гладочистивым И Довольным Никому Не Завидовать Не Роптать И Во Все Быть Экономным И Видеть Нуждающийся И Помогательный Святитель Христов И Колом Мир Бекийский Шедотворец Моли Бога Нас Молите Бога Нас Святые Пророки Божии Илья И 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 Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, добы день прихода Твоего нашего отшествия не застав нас не готовыми, но чтобы выше навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на нас, святые ангелы-архангелы, и любимые Серафимы, и все небесные силы престола Божьей предстоят, святые апостолы, Петр и Павел, и евангелисты, Матфея, Марк, Луко, Иоанн, да дарит Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога на нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоросис, Поликарп, Сумунский, Устин, Философ, Косма и Дамьян, Андрей Стратилат и Ерун, мученик, Климент Римский, Климент Анкильский, Анпимий Комедийский, Георгий Пебедоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николаев, Святой Царского Семейства, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, Да укрепит Господь народ свой, Да бы никто не принял нащертания зверя антихриста. Господи, пошли помощь страдальцам Твоим, других странам, убивай его, пытай его, дай им силы все перенести. Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий, Богословий, Англотовосов, Аннаси Великий, Преемсерин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнирий, Иоанн, Сергий, Радонский, Степан, Пермский, Серафим, Саровский, Иоанн Добольский, Иоанн Крештадский, Иоанн Шанхайский, Келилл, Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет, И все переводчики священного писания. Молите Бога на нас. Делайте поклоны там, где я показываю. Поклонов сильно боится дьявол. Не так. Я хочу, сделаю, не сделаю. В церкви синхронно все делается. И люди, которые не хотят креститься, они быстро отпадают. Дьявол боится крестного знамения. Правильного. Они брежно махали руки, бесы радуются, аплодируют. Наш человек. Помилуй нас, Боже, помилуй нас. Господи, сохрани нас в святой православной вере. А замысл и ретиков и ничто преврати и развей. Молите Бога о нас, святые жены и девы. Фекла, первомущенница, Патина, Самаренина, Федоргония. Вера, Надежда, Любовь, Матерь Сапфея, Наталья, Адриан, Ванвара, Екатерина, Пеликитой, Татьяна, Элина, Ольга, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Крискила и Акила, Андроник и Юни, Киприяна и Рустила. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость и сохранение от всяческого поругания. Исправь не покорилась Галина и семейство и Евгений Небрежный, Татьяна, Мария, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, любивую и адную. Мужчина, Господи, слышай голос Твой и жизнь по совести, которой Ты Вечный Евангелие. Это можешь сделать только Ты, Господи, мы и что? И просим Тебя в дальнем силу совершить поприще земное и всем достичь желаемой пристани Царствия Твоего Небесного. Научи, Господи, как свидетельствовать о Тебе, ни в чем не искажая истину. Милости Твоей не отнимают народа Твоего и помилуй эту страну. Пощади, Господи, исчезающее поколение во грехах и найди новое душу. Твой мир да почият в сердцах наших. и разум наш способный удержать все благодеяния Твои. Ибо Ты велик и достохвален. И нет иного Бога, кроме Тебя, любящего создания Своего. Бала Тебя, наш Иисус, слава Тебе, всемогущая Твоица. Защити и помилуй народу. И отвезли двери райские, пытаемые и убиваемые, не знаемых нами. И чтобы мы могли плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Расширь сердца наши для взаимной любви, прощения и умения молчать, где это нужно. Хвала Тебе. И новая душа, приближающаяся к Тебе, Господи, да не получат они соблазна через нас. Ибо горе человеку, через которого приходят соблазны, ибо лучше бы ему не родиться. Помилуй нас, Владыка, и сохрани то доброе чувство друг другу, которое Ты даровал нам, чтобы едиными устами восхвалять Твое святое имя. Прими нашу молитву в изъянии рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божьей. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся на небе и на земле. Вселогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец с небесным, ради голдовских страданий Сына Твоего Иисуса Христа, ради пролитой им крови за нас. Прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушай и дослышай тракт твои волос-твой. Спасибо. Аминь. Аминь. Доброе утро. Посмотрите, какие волосы у них. Они пострижены, как подбукс. Это икона. И это не всё. Давайте посмотрим. Вот изображение Петра и Павла. Посмотрите, где волосы. Где? То, что сегодня длинные волосы на плечи. Вот оно. Это иконы наши, православные, из храма. А вот это, что волосы длинные священства, это где-то лет 150 началось. А этого никогда не было. А Христос? Христа рисуют с длинными волосами. А почему? Он Назареев. Он не был Назареев. Написано, поселился в городе Назарете. Да исполнится, что его пророки сказали Назареем нарещаться. Притом ни одного пророка нигде этого нету. Ссылка есть? А на что ссылается нету. Ну так а была ссылка? Если написано, значит была. А куда она делась? И Анна Тауз говорит, по небрежности иногда умышленные евреи многое уничтожали. Их обличительное слово. Они не только Писание уничтожали, но и того, кто писал. Есть такой фильм «Еремея». Как его заставляли? Скажи, как все говорят. Михей так же. Дорога, посоны. Собираться на войну идти. На Рому в Голландске. Два царя решили. На Рому в Голландске вообще-то не наш город. Но был нашим когда-то. Ну уже был когда-то Крым нашим-то. Ну давайте оттяпаем Донбасс сюда. Это все было. И пророки тогда были свои профсоюзные деятели. Были свои агитаторы. И все говорят «Иди, победа!» А сердце тревожен. Царь тогда, который пришел и говорит. Ну все, кто выслушал, может еще кто-то есть? Да, если я не люблю его слушать. А почему? Может быть он говорил, да не сбывалось? Нет. Он обо мне никогда хорошо не говорит. Поэтому его слушать не надо. А ответ один – это нам писание говорит об этом? Ну давай. Не говори так сами. Послали за ним. Посыльный бежит. Секретарь епархии. Это я говорил в епархии при священниках. И показывал. Вот это вы такие посланные. Что скажут такие под язык? Вы говорите. А вы говорите, что Бог скажет, а вы этого не знаете. А то у нас пленка есть. И мы в епархии здесь, в Барнаульско-Артайской беседуем и говорим. Вы хотите быть такие вот, как мы, такие, как есть видите? Да. Они в один голос. Да. В общем создать не может. У вас ее нет. Ни одной нет во всей Метрополии. Ни одной общины. Я уж ни о ком-то говорю, а об отце Владимире Головине. Уж какой он знал. А общины нет. Он для этого не хотел приехать. Не только Сыгнатель встретиться. Ну как в настоящее время община может. А вот она сейчас созидается. И то, что я говорю, вы здесь сидящие по-разному воспринимаете. Один ученый на меня наседает. Я свободный человек. Что ты мне указываешь? Он не говорит пока, но уже пульсирует. Я вижу это. И чем закончится? А ничем. А вот я в церковь. Хочу? Хочу. Хочу. Пойду. Хочу. Нет. Ты каноны не знаешь. Каноны говорят. Что если ты два или три воскресных дня пропустил. В храме не был. Ты уже не церковные. Тебя исключают. Вдруг храм не пускают. На улице будешь стоять два года. Сегодня в ключе это никого в церкви не останется. Люди приходят не три раза в день, а в жизнь. Колесное христианство. Первое на колясочке покрестить. Денежки. Второе. Самый лучший в кадиллак закажут. Свадьба. Всех гуляет и небо с копеечку. На колеса. И третье. Последнее. Катафалк. Хоронить. И хоронить. Всех надо отпеть. Вот подходит священнику. В основании. А священник знает, что ответить. Верил. Верил. Он коммунист был. А. Он верил. Нет. Он сильно боролся. Меня в храм не пускал. Ну как бы отпеть его. Ну как и отпевать. Ну он Ленина верил. Верил. Ну возьмите гроб там памятник. Знаете, на площади стоять. Ну и гробом вступните. С одной стороны. С другой. С третьей. Ну и хороните. С другой. Гробом. Памятник вот этот. В основании. А священник знает, что ответить. Мы должны так провести жизнь. Был один человек такой парализованный. Чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы. Чтобы умирая смог сказать, все дело отданное не дело революции. А прославление Христа. Что дал мне жизнь. Родители конечно. Родители. Но они не знали, что я буду. Какой на кого похож. Они не знали, даже мальчик или девочка будет. В ночь за тщатие. Не знали. И как Соломон говорит. Да чего человек засчитает-то? Как вылитое молоко. Под микроскоп. Вгустившись в творог. А то в утробе мать или все это маслобойка. Какие слова-то все это написано? Это тысячу лет до Христа Христова. Соломон говорил. Я родился как все. Плащем возвестил о спасении. Ни один ребенок еще не рождался с улыбкой. Вот что интересно. Он рождается. Ну у него там водная среда была. Пузырь-то лопнуло. Воды оттеклили. И он рождается. Сейчас стали делать так, чтобы рождать в ванне. Прямо в воде. Результат тот же. И будешь в муках рождать. Ну а если обезболивающее? Обезболивающее значит выкидешь. Ни одна царица. Ни одна дочка самого лучшего хирурга не может. Резать кесарое священие. Резать им надо необыкновенным путем. Хотя нужды никакой нет. Вот у моей мамы нас двенадцать было. В деревне вообще никто. А я сидел. Еще нет. Умер. И все. И Рахиль. Она родила Иосифа. И тут же умерла. И Рахиль плачет о детях. А их нет. Хотя лишь шла о младенцах. И вот когда начинаем смотреть Священное Писание. То видим. И вот этот посыльный идет с ним. Секретарь. Вот все прозруки говорят, что победа на нашей стороне. Скажи-ка себе. Такой праздник у нас сегодня. Жил Господь Бог. Что он скажет? Те пророки. Они не говорили этого. Победа будет. Иди. Победа будет. Иди. Получили победу. Умылись. Царь плохой. Николаш, как эти Аллашки. А вот пришел теперь этот. Лысый да усатый. Сто миллионов проглотили. Комсомольская правда. Статья большая. Вот так вот. На развороте. Если бы не победили большевики в семнадцатом году. Нас бы было. Шестьсот пятьдесят миллионов. Полмиллиарда сожрал зверь. Полмиллиарда. Ни одна страна так быстро не исчезает. А почему? Гордость. А только мы. Вот. В книге есть такая. Тайна святых. Там это подробно описывается. И вот мы это получили. Что скажет Бог? А что Он скажет? Откуда я знаю? Он не говорит что сказал. Он скажет. Я вот приду и в это время Бог скажет. А почему Он скажет? Я тоже не знаю. Что ты допрашиваешь меня? Ты пришел ко мне или что Бог скажет? Ну да. Что Бог. Так а что ты меня пытаешь тогда? Представь. Два царя сидят. Советники. Пророки. Ну скажи как все. И так я вижу. Израиль. Овцы рассеянные. По холмам. Добычи зверя сделались. И нет пастыря. Спрашивает о войне. А не то что ты там огородишь. Овечки. Да разбрелись где-то. А дело в чем? Дело в том что царь. Главный был в то время патронат. Который заботился о своей пасте. А он их и не видел нигде. Вот наша каноническая территория. Вот мы проповедуем. А вот почему мы на нашей территории? А какая территория? Они там сидели в епархии и разделили. Это ваша территория? Ну да. Я разговариваю не где-то в епархии. Значит. Ваша территория. Дома. Вот это все ваше. Ваше. Повторите. А вы можете расписать все ваше? То есть. Вы отвечаете за тех кто живет. Когда были в этом пятиэтажном доме? Один священник. Ни одного. Вот пятнадцатиэтажные в Барнауле. Вы были? Это вашей территории? Нет. Мошенники. Территорию-то захватили. Все в сорняках. Все в тернии. Ты не был нигде. А мы идем по домам. По квартирам. Я хожу. Сверху вниз. У нас стихотворение сделало такое. Мы даже поем. Взлетаем. Подобно птицы. И как люди нас встречают. С какой осторожностью. Это в нашей территории. Открыли. А там местный священник. В Барнауле с главного храма. А мы его даже не увидели. Мир вам. А что вам надо? Да мы Евангелие раздаем. Как я священник. У меня все есть. Евангелие. Но мы не знали, что вы здесь. И он это поднимет на щит. Они ходят. Тут Евангелие раздают. Но благодаря Евангелие. На Евангелие написано по благословению Патриархи Кирилла. Вот. Что ценно-то очень-то. Батюшка, вам уже нет. И вот мы заметили. Мы приезжаем в Завьялово. Откуда Виктор Николаевич? Нормальные люди принимают. Вот раз в одном доме. Мы идем. Как это? Сжимаем. Большой районный центр. Да я всех похожу. У меня не надо Евангелие. Ну она уже есть Евангелие. А зачем мне Евангелие? И вот чем ближе. Я еще не знаю, что мы идем к храму. Здесь его не видно. Она невысокая. И чем ближе к храму, тем недоступнее люди делаются для Бога. Вы подумайте об этом. Как надо было сделать. И наконец. Около самого храма живет какая-то, как инакиня. Что вы ходите тут? Я всю жизнь тут служу. В храме прислуживаю. То есть она свечка горящая. А мы пришли ее тушить. И она прямо сразу враждебна на нас. Я вышел, когда вижу. Вот храм-то рядом. Мертвая зона. С той стороны зашли. Выходит вот такого огромного роста мужчина. Рядом девочка такая вот стоит рядом. Вы что тут ходите? А вы откуда? Мы говорим, поселок потеряет. Когда мы заходим сразу. Слышал от вас юридики, сектанты. Слово сектанты это Дворкин ввел. И они знают. Ты говоришь сектанты. Объясни, что такое сектанты. Ни один не может объяснить. У секты. У секты два основных правила. Первое. Самое важнейшее. У них нет института священства. Они отрицают. А зачем? А все. Они сами избрали себя. Никакой связи с апостольским нету. Сектанты. Или здесь сектанты. А они не знают. Самая большая секта сегодня пишет. Это Московская патриархия. Полностью от Евангелия отошли. Как будто его не существует. И вот этот стоит он. И так. Вы что хотите Евангелие отдать? А вы знаете кто я? Не знаю. Я священник. О, батюшка. Благословите нас. Идите отсюда вон. Мы вышли. Соседка вышла. Мы говорим. А что такое? Я это батюшка. Он за это дело запретил. Он БУ. Вот и все. Но как он с нами разговаривает? Он даже как с рабом со мной не разговаривает. Что в другой район приехали. Не где-то из этого. Но везде крестные ходы. И в Алтае тоже крестный ход. Карабейниково. Вы знаете Карабейниково. И вот мы туда поехали. Далековато. Но поехали я. Одна машина. Несколько. То есть города. Мы там соединились. И село это охватили. На все село примерно 1000 человек. Значит то ли два что ли Евангелия? Вообще нету. В воскресные дни 6-7 человек приходит. Но священник то знает что мы приехали. Роман. А мы в храм зашли там. Поклонились. За ограду вышли. И сказали около храма. Около храма территория им не принадлежит. Они уже вызвали милицию. Майор. Все заснято. И он теперь только. Игнатий Петрович. Я прошу вас. Уезжайте отсюда. Повторяю. Вот. Я говорю. Знаете. Гадаринские так жители. Когда свиньи утонули. Они. Уходи. Уходи. А милиционер стоит. А что дальше делать то? Он не знает где. Я все заснимаю. Так же будет Павловский. И тоже милиционер. Взяли документы наши. Посмотрели. Регистрацию. Вводили юстицию. Наша община зарегистрирована. Православная. Не сектанты. И нам выдали документы. Никогда мы сектантами не были. Государство знает. А он не знает. То есть. Дух лжи у него все время во рту сидит. То есть. Ходит милиционер. А что дальше делать? А он не знает. И поп дальше не знает то. А наши охватили весь этот город. Вес этот. А это не два не три человека Павловский. А почти пятьдесят тысяч человек. Это город уже. Городского типа. И как они относятся. Уезжайте отсюда поскорее. Я это все. Где нас выгоняли священники. Все это на пленку. Архиерею. Давайте мы соберемся вместе. По беседам. И пусть они ответят. Почему нет вот против Евангелия. А в другом месте. Вот дали Евангелие. Игнатий Дайвинов. Тут написано о крещении. Баршюрку. Вот так вот делает священник. И тут же церковные грани сжигают. Это что? Церковь? Это не секта? Ну маленько. Глаза-то откройте. Вы думаете там на суде Божьем. Вот выйдет там патриарх. Кланится. Если... Вы знаете. Слова я на затруст. Хорошо. Повторите. Большая часть священников погибает. Вот 10 священников сидят. Минимум 6 в аду будут. Ну как же, думаю, так и не наш. Ну а больше нету? Других. Архиереев. 100 архиереев. Минимум 51 будут в аду. Дальше. Серафим Саровский. Самый капитальный труд в московской патриархии. Называется «Настольная книга священнослужителей. 9 томов». Очень сильная. И вот. Третий том. 601 страница. Там краткое 2 и 3 том. Жития святых. Которые новые канонизированные туда поставлены. Серафим Саровский. Ац. Многогрешный Серафим. Три дня и три ночи на камушке стоял и молился. Не о царе, который расстрелян будет. Только о русских священниках и архиереях. Господи. Пощади. Что ему видно было? Не написано. Пощади. И вдруг Бог заговорил. Не пощажу и не помилую. И Англатаус говорит. 4 век. Большая часть. А этот вообще ни одного спасенного не видит. Я не знаю как он. Бог заговорил. Шуми ветров. Тутовы деревьев. Но написано. И заговорил Бог. Двоеточие. Прямая речь. Самое это удивительное. Говорят. За все жидовье захватило. Там. Везде в редакции. Как это нам? Пропустили. Слова со Серафима. Это мне везде спрашивают. Как? Понятия не имею. Чудо Божье. И теперь эти слова никуда не денешь. Они напечатанные разошлись. А мы ими пользуемся. Не пощежу и не помилую. За что? За то, что вымыслами человеческими заменили истину Божию. Сто восемнадцатый целом. Сто тринадцатый стих. Слушай внимательно. Не прилипляйся к названиям. Секта отрицания священства. Не надо. Мы сами священники. Бог избрал нас царями и священниками. Откровение. Пятая глава. Десятый стих. И первая глава. Пятый стих. Да. Действительно. Мы цари. Царствуем над грехом. Священники. Да. Возносим к нам молитвы. Но кроме этого есть еще священство. Избранное. Как ливий на колено. И в Новом Завете пощину Мерсистедека. Вот. Допустим. Метрополита. Сергия. Который сейчас. Иванников. У него на руках ставленная грамота. Кто его ставил. Он показывает. Можно посмотреть. Он показывает. Вот. Архиереи были там. Был нет. Патриарх. Сколько его архиереев рукополагали. Руки на него возлагали. Когда его возводили в епископов. А дальше архиепископ. Метрополит. Это уже не рукоположение. Назначение. Три должности. Диакон. Пресвитер. Диакон. Его поставили. А кто поставил его? У тех тоже. И оно идет до апостольских времен. У нас у всех идет. У православных. От апостола Андрея. У католиков. От Петра. У других. От Вархоломея. В Индии. Которые от английского называют их. От Фомы. Если этой связи нету. Отрезано. Ищите. Вот старобрядцы есть. Белокринитская иерархия. Ни два, ни три дня. Речи там 80 почти лет. Искали. Священство отняли. За ними гонялись. Один выступил только. Павел Коломенский. И свои. Свои. Которые делали рекорду. Казнили его. А там еще есть такой. Который восстал. Говорил. Признали не так. Как его пытали. Сначала уши отрезали. Нос отрезали. Епископу. Свои же. Ну конечно не сами епископы. Но по указанию где-то. Язык отрезали. Пока казнили. Более жестокой инквизиции, чем церковные. В мире нет. Как католики. Ни гитлер, ни коммунисты так не могли. Представь себе. Сапоги. Новые сапоги. Шкура. А теперь ее на костер. Медленно сохнет. И кость сжимает так. Деваться то некуда. Что весь жир. Что мозг все это разрывает и выходит. Это нельзя высказать какие муки придумывали. Ну а если бросают человека в пытку. А потом проверят. В воде. Выпал. Значит дьявол помог. А если не выпал. Ну все значит святой. Но выплыть уже нельзя. И эта инквизиция сожрала католиков 12 миллионов. Это не игра. Мы ступили на ту стезю. Где тьмы не должно быть. И мы говорили. И вот этот пророк явился. И говорит. Вижу я рассеянный подвес. А царь сказал. Я говорил. Он обо мне хорошо не говорит. А я про тебя и не говорю. Как не говоришь. Обцы то мои. Это моя каноническая территория. Они рассеяны. Как рассеяны то. Они же охотят молятся. Кому они молятся. И дальше разговор. Так арестуйте его. Посадите. И кормите его. Скудно. По сухарику там. Воды маленькая. Он говорит. Не вернешься ты с пророком. А есть и подобные. В Новом Завете. Есть. Вы знаете. В Санкт-Петербурге главный храм был Исаакиевский. Исаакиевский. За него сейчас борьба шла сделать церковным и от государства. Исаакиевский. А кто? Исааки Далманский. Это честь его названа. И там ворота чугунные. И отдельные эпизоды из его биографии на этих. Это интересно. Все интересно. Как я в нем проповедовал. И что там было. Люди не знали. Я могу назвать. Даже где-то в соборе Василия Блаженного проповедовал. Когда открывали его на несколько часов. В Исаакиевском соборе. Это вообще шик. Это попутно хочу сказать. И вот теперь он сидит. А вот сражение. А в это время Господь допускает. Там идет совещание встания врага. И говорит. Ни с кем не воюйте. Только хава найдите. И все силы бросить туда. Разорвать его охраны. И поразить его. Там идет совещание. А этот чувствует что-то неладно. Так. Мою садскую одежду. Пусть вот надели. А я рядовой буду такой. Чтобы меня кинуться на другого. Так и случилось. Когда к нему уже близко приблизились. Стреляют. И смотрят. Да это не тот сайт. Они повернули. А его нигде нету того. А он рядом. И он наклоняется. В это время. Которая у него надета кончуга. Она раздвигается. Случайно кто-то стреляет. Случайно летит. И в это место. А он в фронт не может покинуть. Он на колеснице. И предсказание порока Ирии сбылось. И вечером уже в луде соомывали колесницу. И псы лизали его кровь. Все. И выполнено пророчество. Дословно. И вот сегодня, когда скажешь. Точно та же самая реакция. И вот так и царь Идалманский. Он заботится о истине. А царь. А реалин. Валент. Идет на хрон. И он навстречу. Прорывается через охрану. Он в коня за носу царь. Не ходи. Отвободи тюрьмы. Православных выпусти. А кто ты такой? Да это монах тут такой неспокойный. Так. Отодейся. Он опять бежал вокруг. Где идет. И опять. И наконец надоело царю. Бросьте. Бросили в болото. Там утонуть. Он лежит как поплавок. Его посадили. И говорят. Победа. Воевать с болгарами. Вот теперь царь даст себе. Запах жареного царя. Слышу. Он как может так? У него ни мобильного телефона не было. Оказывается. Поражение. Он бежит с тремя салонниками. И прячется в сарай. Где полно сено. Их поджигают. Они там горят. А он здесь сидит. И тебе все было понятно. Вот Исааки Далманский. Исаакиевский собор. Понимаете. Надо пользоваться моментом. Пока ты живешь. Главный момент нашей жизни. Я никогда не был в Исаакиевском соборе. Там этот майкинг Фуко. Когда его качают. И он за целый день разворачивается. Показывает, что земля вращается. Доказательство. Но дело в другом. Я подхожу в центральные ворота. Поднимите врата вверхи ваши. И войдет царь Слава. По-русски. По-русски. И молодая дит. Девушка. И она разъясняет. Что это означает надпись. Это во время Пасхи. Священники одеваются как царская одежда. И входят они в алтарь. А я говорю. Это не так. А как? Я говорю. А так. Что Бог ни перед кем не кланяется. Он Бог. Сатана говорит. Пасху под планицами. И поэтому. Когда он одержал победу над дьяволом. Кровь Иисуса Христа. Ощущает нас от всякого греха. Я показываю. Я говорю. Вы не сидите. Да поверь мне. Работать надо. Чешетесь. Сидите. Смотри внимательно. Что говорю. Можно это заснять. Можно. И слава Его такая велика. Славу которую я имел. Третий сад. Дай мне. 14 глава Евангелия Атьяна. Христос победу одержал над дьяволом. Над неправдой. Над ложью. И он теперь ходит во врата небесные. И вот. Рос. Выше этой перекладины. Могу голову наклонить. Пройти. Нет. Врата поднимите вверх. Царь никому не кланяется. Она сразу же. Тогда вы ей объясняйте. Ее это тронуло объяснение. Это о царе Христе говорится. Я стал говорить. А там. Храм то большой. Там я не знаю. Пять или шесть. Разных небольшими группками идут. И идут. Разъясняют иконы. До нас то дошли. Никуда доходят. Новая полуэтапа. Продают дверь. И полный храм набился. Как говорят селедки. Не шевелиться никуда. Билеты продают. А зайти нельзя. И тогда подошла одна. Это видимо гид. Я сейчас не помню. Которая была. Знаете. К выходу поедите. Нам это не выходит. А вы что как? Прошел. Вышел. Проходной двор. Деньги то идут. А тут. Поток и идет туда. Автор Владимировна Головина. Даже день. Деньги же. Поток и туда пошел. Я вышел на дверях. И на улицу. И народ. Храм пустой. Я один из моментов говорю. Не я храм строил. Не я делал надпись. Но Господь позволил воспользоваться этим. Перед твоими глазами. Ты проси Бога. А как ты проси? Я не знал что надпись есть здесь. А почему так пиши? Потому что Писание так говорит. Как вы вспомнили? Понятия не имею. Просто я понял и надо сказать. Меня допрашивают. У меня нет образования никакого гуманитарного. Ни мирского, ни духовного. Я просто молюсь. Я прошу Бога. А почему уверенно что от Бога? Потому что по Писанию. Я рассказываю как это делается. Вот собор Василия Блаженного. Мы только открыли. Мы там. И они кричат. Где он? А он там не зашел. А там комнаты. Комнаты такие. Это все. Так же самое в Святиковской галерее. Одной. Вот идешь. Ну и. А бывает комнаты такие. Медиапендиксы. Туда зайдешь. А выхода нет. Обратно этим же входом-то. Но я не один. Человек шесть. Там с Одессы были. И. Иконный зал. Советское время. И. Не знают люди что. А я им объясняю. Говорите громче. Я стал громко говорить. Вот это вот означает что-то. Это видение. Глава такая. Вот это вот глава вторая. Откровение. На откровение иконы. Я вообще никогда не видел-то. И. Комната на Белосе. Как в Усакинском соборе. Но. Кто-то уже. Патриот. Он любит советскую власть. Побежал в милицию. Два милиционера. Они не могут. Ну сделал ты что. Он прекратил говорить. А пройти никак невозможно. Плотно. И наконец милиция продралась ко мне. И вот так вот. Стали. Никого не допускают. А я иду потихоньку. Мы заплатили деньги. Мы. Я. Наши друзья. Мы смотрим. Объясняю. Все. Громко не говорите там. Мы уже на улицу вышли. Когда оттуда. Еще нас сопровождают. Какая честь. Мы. Благовестникам. Это под охраной. В это время. Никто тебя не тронет. И как? А как Бог даст? Вот у меня сестра. Вот она. Через дом живет. Моя. Валентина Тихоновна. Дети учатся в Новосибирске. У меня бесплатный билет. В любой конец Советского Союза. Как реабилитированы. Льгота. Могу поехать? Но я ни разу не воспользовался. С 92 года. Ни разу. А куда ехать? Ну надо было ехать. Мы проехали сто двадцать тысяч километров. По экватору три раза проехали. Шестьсот пятьдесят городов посетили. И она договаривается с директором. У меня брат. Он может просто помочь. Что мне надо объяснить. По картинам. Что-то другое. И наконец я приезжаю туда. И они делают в один класс, два-три класса. И потащим все как надо. И вот так вот сидят на этом. Потом стоят в классах. И вот прошло сколько? За неделю я охватывал всю школу. Это Бог делает. Моем тут ничего нет. Иди. Завуч говорит. Вот с первого дня. А сегодня пятница. Я с вами хожу. А я с одного класса. Я перехожу через коридор. Там уже собралось два-три класса. Б, В, Г, Пятый, Пятый, Пятый. И так идут. И вы каждый раз начинаете вступление. Люди ничего не знают. И каждый раз по-новому. Как это может быть? А где? Как? Тема-то? Я говорю. Я зашел. И беру картину у вас здесь. Николай Ген написал. Вторая. Леонардо Давидовича. Я их соединяю в разуме. И начинаю говорить. Захожу. Написано. Экономика должна быть экономной. У, это моя любимая тема. Деньги я люблю. Я начинаю говорить. Как надо распоряжаться. Как зарабатывать. Как в Слове Божьем на это смотреть. Как мы должны их ни во что считать. Дешевле грязи. В другое место зашли. Ну ладно. Там директор такой был еще. Это я про другую школу скажу. Он говорит. Тургенева это. Отследитель. И он считает оригинал. А я его толкует в Священном Писании. Вот тандем был. И здесь точно так же. Как я захожу. Что мне перед глазами. То я на ту тему начинаю говорить. И что на каждую тему. На каждую. Вот этот лагерь наш который был. Вот там. Видно. Мы молимся на молитве. Вот он стоит. И там шалаши сделаны. Каждый шалаш. Десять человек. Палатки. И вот как там у нас. Вот есть книга такая. До слова Божьего нет уз. Наша книга. И там. Черников. Александр Тихонович. Очень талантливый журналист. Об этом пишет. И говорит. Вы. Пленные шурави. В плен попали в Абадистане. Знаете ли. И вы космонавты. Что за вас в степи Сибири. Малые дети молятся. Поднимают руки. Он как призыв. И коммунистам. Вы зовете. В открытые двери рая. Но оказалось. Навалеваны на стене. Лбом бьете в стену. Никакого рая нет на земле. Это вообще. Это все. Это статья его помещена. Между колоссиями и звездами. Статья называется. Тогда жизнь твоя делается интересной. Ты открытым оком на все смотришь. Это нас собрал-то Господь. Вы все знаете откуда вы? Он приехал. Ты наверное из Омска? Или откуда? Да? Из Омска. Это Горный Алтай. В Барнаульске. Это из Казани. Вы откуда? В Кемеровской области. В Кемеровской области. Самая дальняя у нас наверное вот сестра Елена. Так. А откуда? Из Бейрута. Что она сказала? Бейрут. Бейрут. Ливан. Ливан. Горящая дымящаяся головня. Там. Так Наталья. А ты откуда? Из Германии. Понимаете. Господь как собирает. Конечно. Это деньги стоят. Опасности. А любовь все превозмогает. Ну по сегодняшний день еще программа у нас наполнена. И завтра после крещения я вас спрошу. Не жалеете что приехали? Вот. И вы это увидите. Которые отсюда приехали. Которые в Барнаульске. Так. Сколько времени? Двадцать пять. Да. Ну сейчас мы можем подавать уже на стол. Чтобы мы спокойно дошли до церкви. И какие будут дальше вопросы. Завтра еще и кто не уедет. И занятия у нас каждого в воскресенье бывают. Видите какая программа. То что я сейчас говорил. Вопросы есть? Аллилуйя. Видите. Вот ошибка сегодняшних священников. То что он думает я священник. Пришли и я им отвечу. Я говорю не к тебе пришли. Это вся ошибка. Они пришли узнать волю Божию через тебя. А как я узнаю? А зачем ты этот рот раскрываешь? Когда ты не знаешь. А ты примерно так и говори. Так говорит Господь-ка пророк Михеев. Да и сразу покажи. Первое прислание писалоникистам. Такая-то. Вот Деяния апостола. Тринадцатая глава. Они были в благомыслях писалоникистских. И ежедневно разбирали слово Божие. Так ли это? Верие были очень верующие люди. И вместо писания. Вот. Сколько людей. Как с ним беседовать? Я с ним сразу знаю. А ты веришь, что Бог есть? Какой Бог? Да все природа создала. Все. Я его заношу в категорию первой. Номер один. Не веря в Бога. Я с ним беседую. Мне нужен ключ. И ключ этот в священном писании. Главный стих с ним. Это тринадцатый пятьдесят второй псалом. Сказал безумие сердца в своем нет Бога. Я должен показать безумие. Что он живет, видит эту красоту. И ничего не понимает в этой красоте. Ну, представьте. Обыкновенная какая-то бабочка летает. А она была куколкой. И одновременно плавает кит. Финвал. Самое крупное животное на земле и на море. Ну, сравни. Как оно из одного появилось? Ты маленько понял, что бабочка не может превратиться даже в гальярну. Гальярну ее может съесть. А все из одного из-за чего был коллапс, какой-то взрыв, то есть безумие. Это вот про вас говорится. Я начинаю дальше. Доходим до звездного неба. Есть такая книга «Существует и загробная жизнь» Павла Иосифовича Рогозина. Это протестантская, но очень хорошая. И даже православные старобрядцы издали. Ну, кое-что там убрали. Там в тысячелетнем старстве, не знаю. Ты настрой себя так, чтобы были глаза открытые. Мы говорим. Бог сотворил. А ты знаешь, этот маленький паучок, который паутил где-то. Я не знаю, не мерил. Но говорят, что если бы и пауков не было, земля покрылась бы на 4 сантиметра слоем насекомых. Ну, пусть не на 4, а на 3 с половиной даже сбавили. Мы говорим, что это ужасно. И притом есть такие пауки, которые помогают рыбу ловить. А как? А вот такой круг делают, как у нас вот играет иногда настольные тени, только большие. И ставят, и потом все переплетают. Настолько сильно, что рыба килограммовая, она не может порвать эту паутину. А паутинка, любая ее, в 6 раз крепче стали. Вот если из нее из паутины сделают, там самую проволоку какую-то, она в 6 раз больше вылезет. И притом никак-то она... Вы видели иногда с потолка, и видишь, паучок болтается. Он выпускает. А теперь он видит, что полный. И он обратно ее в себя перевращивает опять в жидкое состояние. Ест и сразу превращает. И у него там в бутыльке все это лежит. Теперь в другом месте он вот здесь находится. Вы видели, как в сторону. Он поднимает зад, у него там пульверизатор такой. И он оттуда струел, и она там прилипла. Там очень у нее лепущая. Все. Дорога проложена. Метро есть. С Кропоткинской на Сокольник я уже поеду. Это один только паучок. Ты, мальчик, это глаза открой. Ты посмотри, чем ты питаешься. Нет в мире двух одинаковых пшеничинок. Двух одинаковых снежинок. Однажды решили, я не знаю, там пять тысяч, что ли, фотографий крупным планом снижить. И ни одной не нашли, чтобы полностью была одинаковая. Кто это делает? Ну, муленька. Это я разговариваю. Первая категория. Ему доказать проще всего. Вторая категория. Бог есть. Так видно. Ну, кто знает волю Божию? Бог там, а я здесь. А вот это теперь? Ну, другой вопрос. Слово Божие. И это слово Божие. Тут надо даже взять данные. Иван Петрович Паганина 50 лет отдал расшифровки священного описания в цифровом значении. Все на семерку делится. Даже электронную машину создать сегодня не может. Допустим так. В те дни Ир. Так, кто это сделал? И там называется не стих, а перекоп омойне. Три стиха в один. Гласных в оригинале делится на семерку. Четырнадцать. Согласных двадцать восемь делится на семерку. Каждая цифра имеет значение. Самое непонятное. В славянской книге там не написано один, два. А, Б, В, Г, Р. Это сто, С, двести, Т, триста, С, четыреста, У, там, пятьсот, Ф, шестьсот, Х, с клюхой вверху семьсот. И вот теперь, если каждую букву под знаки сложить вместе, делится на семерку. Это невероятно. Имя Моисея встречается без одного. Все делится на семерку. Когда люди посмотрели, оказывается, в откровении, почти в последней главе будет Моисей помянутый. И тогда человеку покажет, с этой стороны это нельзя составить. А притом пророчество о Христе около трехсот. Притом пророчество определенно четко оценено. Цена оценена 30 серебряников. Так это сказано 30 серебряников за пятьсот семьдесят лет, примерно сказать. А за это время инфляции, дефолты, чего-то это не было, кризисы. Все меняется, кроме одной цены. Башмаки меняются, пуговки меняются, все меняется. Цена раба стоит на одном месте. Пророчество сказал, все замерло. А если бы заплатили Иуде 31 серебряников, это не Христос обманщик. А 29 не пойдет, 30. Как только заплатили 30, сразу цена взлетела назад и пошла догонять, что за пять столетий упустили. Мы даже не вдумываемся в том, что означает пророчество. Оно буквально должно исполниться с точностью до одной копейки. Господь знает, как плавать эту рыбу. Мы ловили тут бреднем. Хорошо засыпили. Два полных ведра по 15 литров. Здесь даже. Мелочи. Сегодня сейчас отдадут за 100 литров. Но мы должны еще помнить, что у Бога все есть соразмеренно. И каждая маленькая рыбешка на учете. Вы едите, удочку бросьте, попадется рыба, рот раскроете. И там два статьи, разоплатите за нас. Но это можно что-то сделать. Допустим, пример министр приехал, чтобы рыба была. Трех водолазов посадили в разных местах. А у них там рыба в кашелке. Они ему на крючок дернули, он вытаскивает. Рыба, рыба. Ну как Брежнев охотился где-то на кабанов. А там приходят специально. Специально есть такая зона, где есть. Я стрелял один раз, а почему три дырки в голове? А там на столовском сидят снайперы. Угодить надо ему. Здесь нельзя узнать. Идите вы сами, забросьте удочку. В водолазов никаких не было. Не сказал куда, в каком пруду. Ровно и точно за двоих заплатить. Тебе это не было? Да это не было, написали только. А почему ты решил, что этого не было? Потому что в мозги не вмещаются. Мне нравится выражение Григория Низского. Это родной брат Василия Великого. Когда умерла сестра. Это семья и все канонизированы в семье. До родителей. Макрина умерла. И она заботилась. Она с открытыми рукавами не ходила. С открытой грудью не ходила. Она сама на свое тело не смотрела в красавицу. И солнца не видела. И у ней была болезнь где нет. Я не знаю. Раковая опухоль. Но что-то верет. Видно серьезное такое. И она не увеличилась. Хотя написано по надобности его врачей. Ты можешь обратиться. Я не знаю. Я насчитывал житя святых. И когда она умерла, он стал писать. Писать какие с ней были чудеса. Прямо чудеса. А люди говорят. Это родная сестра. Поэтому ты нагоняешь это. И он говорит. Изречение. Люди верят только в то, что сами будут сотворить. А раз я не могу, значит, этого не было. Так не годится. Вот люди, которые смотрят здесь. Что они скажут? Вы сидите здесь. Ты поверни. Встаньте. Как это видели. Это одно. Зазангерова. Зазангерова. Зазангерова, значит, я учился. А учился где? В Индии учился 4 года. В Индии учился 3 года. Это прямо распределяет, где я учился. И меня туда направляло КГБ специально. Это все обо мне легенды слагаются где-то. И поэтому вот такая обстановка. Олег Стеняев рассказывает. Где-то он служил в Кемерово или где. Ну и пришел, и там сам говорит обводе. А кто-то сам говорит, что ты не убедительно говоришь. А вот мы были в Баркауле. Вот там есть проповедник. Ладно, я не знаю, что это значит. Нас сказали. Вот если он будет говорить, вы сразу поднимайте и уходите. Иначе потом не встать. Он смотрит и... В первый раз к скамейке... И мы живой не успели встать. И до конца сидели, урод провели. И так не могли уйти. А раз я учился, значит, у меня большие знания. Как у этого Киприяна были. Он учился в самом деле. И вот такие я могу распускать. Я не учился нигде. Не знаю. Не знаю, что это не от Бога. Но я Библию держу в руках. Интересно, как реагировали старобрядцы. Когда я поелся в Новосибирске. Смотри, как сатана дает знать Библию. Потому что все, что в них не вмещается, от сатаны. А у них ничего и нет. Пустота вот эта у них, это от Бога. Но когда я стал писание толковать, не самого, толкование святых отцов. Они так и взахались. Срода не слыхали. Ну, Библия ясна. В аптистской тут сатана там орудует. Ну, толкование. Василия Великого, там и Крема Сирина. Надо же сатана как изменил тактику. А уж когда я стал ссылаться на каноны. Лавикийский собор, Карпагенский. Они вообще взахались. Вот а как же Бог сдал позиции-то? Сатана уже и в канонах разбирается. То есть он заранее, заранее у него кривое мнение. А от Бога, что он никак это не признает. И я ходил к баптистам, там действительно ходил. Но зачем я ходил? И один из них, Андрей Федотович Долгов, тайно пошел за мной. И там все слушал. И когда вернулся, я рассказал. Я ходил, а он меня не видел в Игнате. Там много отделенные баптисты. Их сажали. Трудились они. И говорил об Боге. И они не могли возразить. А церкви и то другое. Да ты что, тоже за него? Его сразу же на эту охапку. Мы не должны быть такими. Мы должны знать, в какую категорию занести человека. Знает Писание. А это баптист. Сними шляпу. Как Исаак Витон. Кто бы ни говорил. Имя Бога произнесло. Сразу шляпу снимает. Считает Библию. А говорит это свидетель Евгова назад. Он считает. Синодальный перевод. Сними шапку, если можешь. А теперь ему дай понять, что твое толкование неверное. Есть толкование так. Вот. Сидит в зеленом платье. Рафиль. За беду. Да. А она. Видите. Как вчера женщина показывала. Видите. Я черномазая какая. Выступает одна там. Михайлович. И она была у свидетелей Евгоды. Ее Господь нашел. И добилась полного погружения. И дочка. И главное. Реветка. Как она назвали. Русь. И там. Рафаил. Марк. Внуков. Имена такие дали. Вот пожалуйста. Она пришла оттуда. Почему. Слово Божие. Красное Северство. Она приехала. И зачем сейчас сюда. Любопытно. Ей надо убедить. И она была в Барнаул. Я говорю. Не езди в Барнаул. Зимой. Приеду. Если я не приеду. А у вас уже не будет. Приехала. А в Серпице запрещают. Бесплатно что-то снимать. А мы сразу к архиерею. Митрополиту. Он благословил. Визит с ним. Одеву. И пошли. Нам двери открыты. И фотографии сохранились. Мы у митрополита Сергия были. Митрополит Сергий. Не считает нас диктантами. И юртиками. А если считает. Считать. Его отлучать надо сегодня же. Закон. Если он служил. А он приезжает не один. А со священника. Или слушает.